Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, самые прекрасные на свете зрители! На Рождество мы идём с подругой в Центральный дом учёных на изумительный концерт. Но у меня не случайно здесь расположены мои малахитовые бусы, которые я одену на этот концерт, потому что мы идём именно в малахитовый зал, и там будет концерт, называется который «Свет рождественской звезды». А исполняет его ансамбль старинной музыки «Волконский консорт». Насколько он старинный, вы видите, здесь 16 век, 1573, Новый год бежит, «Цвет утренней звезды», «Ава Мария». Ну, в общем, всё-всё-всё очень такое старинное. В первой части видео я вам уже рассказала про замечательную улицу Причистенку, на которой находится Центральный дом учёных. Рассказала немножко о его истории, показала замечательные, уникальные интерьеры. Ну, а сейчас мы перенесёмся в малахитовый зал, полюбуемся его интерьером. И я постараюсь вам всё это снять, как всегда, на видео. В Доме учёных постоянно проходят концерты, и они бывают не реже трёх раз в неделю. И в Доме учёных есть два зала. Ну, вы видите, мы сейчас находимся в Малом Малахитовом зале, но здесь же есть и большой, очень большой зал, в котором тоже так же проходят концерты. И, кстати, в том зале, где вы видели ёлку, там часто проходят и танцы. Так что вообще здесь очень интересно. Ну, малахита здесь много, вы видите, не только в этой вот небольшой малахитовой комнате, в зале, но и по всему Дому учёных малахита достаточно много. А я на концерт одела не только своё малахитовое украшение, но и блузу со старинным французским кружевом. Это антиквариат. Какие же красивые туалеты! А у вас можно снять, девочки? Какие красавицы! Вообще, вы такие красавицы! Успехов вам! Всего самого хорошего! Здоровья и добра! И счастья, чтобы всё было хорошо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Седые понесли пророки в даль плаву Смирну и Ливану. Изумлены её красою, волхвы маститые Пошли за путеводную звездою И пали до лица земли. Это стихи Апанасия и Фетта. Программа продолжает с напения Каукмана «Свет утренней звезды». Субтитры подогнал «Симон» 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 То есть это даже еще то. Вот она вот такая красивая, у нее есть резонаторная струна, для которой она так интересно звучит. Можете сыграть ноту. И слышите, такой обертончик плывет, вот такая интересная проскрипка. Это можно сказать это бабушка скрипки. Спасибо вам огромное. А вот это уже позже? А это уже классическая скрипка. Она не так сильно отличается от ранних скрипок раннебарочных. То есть можно использовать лично для барокко ее. Спасибо. А еще вот тут? А смычок, это раннебарочный смычок, он хорошо подходит на оба инструмента. А где его держите? Я его держу за трость. Принято все смычки раньше классического, они держались за трость, потому что пружина расположена дальше. Ну, это уже мелочи технически, но они держатся смычки за трость раньше. Они тоненькие штистят, пищат, а это вот такая флейта. Это большая басовая, она на октаву ниже. Блок флейта? Блок флейта, да. А вот это вот? А это карнамус. Это предок вот этого вот шалмея. У него извлечение посредством трости происходит на трость. В колпаке спрятано. В колпаке вот на трость. Ух ты, боже, как интересно. Да, да, да. Мы ее прячем и не управляем ее губами. А у шалмея, видите, трость, как у гобоя современного, она открыта. Потрясающе вообще. А колпак, кстати, придумали в холодных северных регионах, так как трости очень не любят перепад температур, а в колпаке перепад он мягче, и как-то больше можно зимой играть, например. А скажите, это старые инструменты, или мы их сейчас просто выполнили? Старые инструменты не живут, потому что, кстати, если слип, у нас воду каждый день. Да, 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 я согласна. Просто делают сейчас, в Копадобе, да? Это по чертежам. Есть такая возможность? Есть, конечно, да. А ваше. Тоже по чертежам восстановленный инструмент. Если вы будете в галерее Борджа, там есть картина, где молодой человек, по-моему, это все-таки Аполлон играет на вот таком инструменте. На Лире Добраче. Да, на Лире Добраче. Без подбородника, смотрите, такая интересная штука здесь. Она кладется за шею, и за счет этого она держится на плече. Надо же, правда. Вам надо еще инструменты представлять. Они тоже у вас великолепные. И простите, они тоже герои. Вот она резонирует, эта струна. Ее можно настраивать на разные ноты. Соответственно, какую песню хотим петь, можно подкрутить, чтобы лучший инструмент звучал. Ой, спасибо. Ну, скрипки, между прочим, этого нет, и благодаря этому этот инструмент даже больше возможностей иметь, чем скрипка по звучанию. Надо же. Какие вы талантливые. Спасибо вам огромное. Спасибо. Вам приходить еще на наши концерты. Да, обязательно. Полный восторг. Спасибо. Лира Добраччо. Знаете, от Виола до Гамбо. Гамбо – это нога, а Братчо – это плечо. Просто Лира, которая держит на плече. Понятно. Это функциональное название. Спасибо. Спасибо. И обычно. Вот так, мои дорогие друзья, я провожу Рождество. Всего вам самого хорошего, мои дорогие. Любви, счастья, добра, мира. Песня. Песня. Горько. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok